Компания «АвтоСтронг» представляет новый бренд «МотоСтронг». Теперь вы можете приобрести у нас отличные мотоциклы, привезенные из Европы. Все наши байки в отличном состоянии, цены очень привлекательные, а сервис на традиционно высоком уровне. Весь ассортимент мотоциклов в наличии вы можете увидеть по ссылочке в описании. А сейчас мы посмотрим, насколько ужасен современный автопром. Три цилиндра, 900 кубиков объема, турбина 90 лошадиных сил и все это от Renault. Итак, встречаем 0.9 TCE. В 2012 году компания Renault представила свой самый крохотный современный двигатель. Это 0.9 TCE, который в каталогах обозначается H4B. Данный двигатель был создан в тесном сотрудничестве с компанией Nissan и впитал все технологии того времени. Данный двигатель создан на основе алюминиевого блока в ГБЦ. Два распредвала, которые приводят 12 клапанов без гидрокомпенсаторов. На впускном распредвале фазовращатель, в приводе ГРМ пластинчатая цепь, которая рассчитана на весь срок службы этого мотора. Активных балансиров у данного двигателя нет. За подачу смазки отвечает шиберный насос переменной производительности. Этот двигатель развивает 90 лошадиных сил, а в некоторых версиях 110 лошадиных сил. На автомобилях он так и обозначается 90 TCE и 110 TCE. Этот двигатель ставился на Clio, европейский Captur и Twingo, также на европейские Dacia Sandero и Logan, также на Nissan Micro 5 под обозначением HR09DET. Также он прописался под капотами Smart 4.2 и Smart 4.4. По каталогам Mercedes он обозначается 281 910. Этот двигатель является урезанной версией двигателя объемом 1.2, то есть 1.2 TCE, то есть минус один цилиндр. Двигатель 0.9 TCE, трехцилиндровый, менее популярен, чем мотор 1.2, четырехцилиндровый, который вызвал бурю негодования владельцев автомобилей Renault в Европе. Негодование было вызвано дичайшим масложором. Данной проблемой страдали моторы, выпущенные с 2012 по 2016 год. А компания Renault никак не сознавалась, в чем была причина. А причина, скорее всего, была в маслосъемных кольцах и очень большом интервале замены масла, аж 30 тысяч километров. Этот мотор начинал жрать масло прямо с конвейера. Также есть информация от компании Nissan, что высокий расход масла на угар был вызван низким давлением во впускном коллекторе при малой скорости работы двигателя и при малой нагрузке. Производитель обновил программу управления двигателя и менял все моторы, которые пострадали от механического износа. В наших странах старший брат этого мотора. Мотор объемом 1.2 на Nissan Qashqai для российского рынка служит достаточно неплохо. И вот этот мотор объемом 0.9, который ставится на Logan и Sandero для украинского рынка тоже проблем не вызывает. Скорее всего, это обусловлено нормальными интервалами замены масла раз в 10 тысяч. Сегодня мы будем разбирать вот этот мотор, снятый с дачи Sandero Stepway 2013 года. Посмотрим, что же такое чудо современного моторостроения и пристально изучим его конструкцию. Некоторые детали этого двигателя были сняты и перемещены на склад. Итак, начинаем. Дроссельная заслонка на двигателе 0.9 TCE имеет такой вот массивный легкосплавный корпус. Крышка сервопривода крепится на заклепке. Как будто бы инженеры не хотели, чтобы кто-то заглядывал под эту крышку. Но с заклепками разобраться проще, чем снять завальцованную либо же приклеенную крышку. Дроссельная заслонка на данном двигателе проблем не вызывает, но бывали случаи нестабильного холостого хода при запуске двигателя в сильный мороз. Эта проблема решается перепрошивкой. Трехцилиндровый двигатель, в отличие от своего старшего брата 1.2 TCE, не оснащен датчиком давления на топливной рампе. Вместо этого используется регулятор, который стравливает лишнее давление в обратную магистраль. Данный регулятор никаких проблем не создавал и продается по каталогам как отдельная деталь. Форсунки непосредственно впрыска служат тоже очень долго и хорошо. Качество бензина их вполне устраивает. Двигатель 0.9 TCE оборудован индивидуальными катушками зажигания, которые весьма надежны и проблем особых не вызывают. На данном двигателе установлен турбокомпрессор малоинерционный от компании Mitsubishi модель TD02H2. Данный турбокомпрессор создает избыточное давление наддува 1,05 бар. Управляется перепускной заслонкой, которая нажимается вакуумным актуатором. Стоит заметить, что горячая часть турбокомпрессор является одной частью с выпускным коллектором. Также стоит отметить, что картридж не только смазывается маслом, но и охлаждается антифризом. А вот такое решение вызывает негодование. Сразу за пределами ГБЦ все выпускные каналы сводятся в один, и газы могут попадать обратно в соседние цилиндры. И тогда эффективность двигателя сомнительная. Этот турбокомпрессор весьма нагружен. Он вступает в работу практически во всем диапазоне оборотов и создает приличное давление наддува. В поломках замечен не был. Но чтобы продлить ему жизнь, надо менять масло чаще. Говорят, что у него дома водопроводный кран с непосредственным впрыском. Итак, встречаем, Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. Навесные детали этого двигателя пластиковые. Вот по этой пластиковой трубке излишне надуваемый воздух при отпускании педали акселератора возвращается обратно перед турбокомпрессором. Здесь есть датчик наддува. Также здесь есть перепускной клапан, который управляется разрежением во впускном коллекторе. Впускной коллектор пассивный. Обратите внимание, что форсунки стоят здесь. Впрыск распределенный, то есть перед клапанами. Вот это фланцы системы охлаждения. Горячий антифриз из ГБЦ поступает вот сюда. Здесь есть датчик температуры. И обратите внимание, что соединения на данном двигателе часть металлические хомуты, а часть быстросъемные, пластиковые. Вот это корпус термостата. Все эти детали уплотняются резиновыми уплотнениями. Причем Renault их дифференцирует по цвету, то есть есть зеленые, есть оранжевые, также есть черные. Все эти уплотнения, по крайней мере, хорошо служат до 200 тысяч километров. Известны совсем редкие случаи растрескивания теплообменника, после чего масло попадает в антифриз. Но эта неприятность происходила при малых пробегах в гарантийный срок. Вот в таком виде, когда все навесное оборудование снято, двигатель выглядит монолитно. Таким образом, производитель намекает, что если что-то сломалось в этом моторе или же надо поменять цепь ГРМ, то лучше этого не делать. Лучше просто поменять двигатель. Любопытно, что вот на таком современном моторе с турбиной японцы и французы используют в системе вентиляции картерных газов весьма архаичное решение. То есть маслоотделитель под клапанной крышкой, а также обычный простецкий клапан с шариком. То есть, если в опускном коллекторе этого двигателя обнаружится масло, то надо просто заменить этот клапан. Ну и скажем, никаких мембранных клапанов системы вентиляции картерных газов на данном моторе нет. Обратите внимание, что картерные газы в маслоотделитель попадают через вот такие вот хитрые ловушки. Вся клапанная крышка и свечные колодцы уплотняются резиновой прокладкой. Со временем она может задубить, потерять эластичность и тогда появится течь масла. На трехцилиндровом двигателе 0.9 ТЦЕ вот здесь стоит заглушка. Дело в том, что эта ГБЦ унифицирована с ГБЦ 4-цилиндрового двигателя 1.2 ТЦЕ. И здесь находится ТНВД, который приводится от кулачка впускного распредвала. Состояние хорошее, все кулачки распредвалов живые. Здесь мы увидели не заводской герметик, значит сюда уже лазили. Стоит отметить, что у распредвалов есть направляющие кольца, которые фиксируют распредвалы от осевых перемещений. В данном моторе используется бесшумная пластинчатая цепь Морзе, которая, по словам производителя, рассчитана на весь срок службы данного двигателя. Ну, не знаю, неужели у этого двигателя срок службы всего 150 тысяч километров? Ресурс цепи ГРМ данного мотора сильно зависит от стиля езды владельца, а также от интервалов замены масла. Цепь может начать стрекотать уже при пробеге от 80 тысяч до 150 тысяч. Еще одной причиной посторонних звуков со стороны цепи ГРМ может быть нарушение ее натяжения, вызванное заклиниванием гидронатяжителя. Дело в том, что гидронатяжитель в данном моторе оборудован гребенкой стопора противохода. Гребенка со временем изнашивается, и это приводит к нарушению свободного хода плунжера гидронатяжителя. Но в любом случае при появлении посторонних звуков со стороны цепи ГРМ надо менять все – и направляющие, и гидронатяжитель, и саму цепь. И в нашем случае мы видим вот эту распространенную проблему износа гребенки. Вот такого замятия зубчиков достаточно, чтобы гидронатяжитель заклинивал и не обеспечивал должного натяжения цепи. Ну а вот здесь мы видим совершенно уникальную неисправность. Металлическая направляющая сломалась, башмак отлетел, гидронатяжитель выдвинулся, цепь билась в конвульсиях. Обгладывая металлические детали, мы вообще не понимаем, какой жизнью жил этот мотор. Изношены шестерни распредвалов, изношена шестерня коленвала и также изношена шестерня маслонасоса. Фазорегулятор на двигателе 0.9TCE имеет классическую лопастную конструкцию. Лопасть разделяет его внутренний корпус на 5 камер. Пока нареканий на данную деталь не было, хотя уже известны некоторые редкие случаи стрекотания фазовращателя при утреннем запуске. Фазовращатель управляется вот таким вот клапаном и по его состоянию мы видим, что когда-то в этом моторе масло просто сгорело. Трех и четырехцилиндровые двигатели объемом 0.9 и 1.2 оснащены дополнительной пластинчатой цепью, которая приводит маслонасос. В ряде случаев цепь начинает стрекотать и требует замены. Отметим, что кожух ГРМ прикрывает еще передний торец масляного поддона и при его снятии открывается доступ к двум цепям. Таким образом инженеры хотели намекнуть, что якобы менять надо сразу две цепи. Ну а на самом деле к распредвалам пришел пушной зверек. Шейки задраны. И вот мы достали один толкатель, чтобы показать, что гидрокомпенсаторов действительно в этом моторе нет. Сняли ГБЦ. И из-за того, что в приводе ГРМ сломалась направляющая, цепь перескочила. Поршни ударили по выпускным клапанам и их загнуло. По масляному налету мы видим, что моторчик масло подъедал. Блок алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения. Блок служит хорошо долго, ни в каких проблемах замечен не был. Если говорить о состоянии цилиндров, то хон присутствует, но видны задиры. Видать, мотор перегревался и на поршнях видны отчетливо следы от выпускных клапанов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас мы вам покажем конструкцию современного маслонасоса с изменяемой производительностью. Такие маслонасосы появились на автомобилях Renault и Nissan. Также у Vagov примерно такая же конструкция. Значит, в чем суть? Сейчас данный маслонасос находится в режиме максимальной производительности. Камера всасывания большего объема, нежели камера нагнетания. Когда ЭБУ запрашивают меньшую производительность у насоса, то тогда вот этот весь корпус сдвигается против пружины, и объем камер сравнивается. И тогда насос обеспечивает меньшую производительность. Добавим, что производительностью этого маслонасоса управляет вот этот соленоид. Вот его электрический разъем. Добавим, что до сих пор никаких проблем этот маслонасос не вызывал. Как уже отмечали, двигатели 0.9 TCE при неевропейских регламентах замены. Масло не склонно к расходованию масла на угар. Но есть экземпляры, которые потребляют 1 литр масла на 1000 километров. Это очень хорошо, если удастся поменять такой мотор по гарантии, потому что чинить там нечего. Нет ремонтных размеров от слова совсем. Ни колец, ни поршней, ни вкладышей. Поэтому не стоит экономить на масляном сервисе и менять масло каждые 10 тысяч километров. При хорошем обслуживании данный мотор может пройти без труда 300 тысяч километров. Ну а теперь поговорим о состоянии. Нагар масляный на жировом поясе. Маслосъемное кольцо тоненькое, естественно, оно закоксовано. Если говорить о состоянии коренных и шатунных кладышах, то здесь мы видим борозды и царапины. Проблемы с маслом здесь начались внезапно. Посмотрите, на фоне хорошего графитового напыления внезапно образовались царапины. И, естественно, потертые шейки коленвала. Ну а чтобы с деталями вашего двигателя вот такого не произошло и он служил долго, для данного мотора отлично подойдет масло Elf Evolution 900 SXR с вязкостью 5W30. Выгодно приобрести его вы можете у нашего партнера компании Armtec со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов Armtec. Кстати, Armtec является единственным официальным дистрибьютором масла Elf в Республике Беларусь. Верхние коренные вкладыши тоже в хлам. Кому интересно, в блоке есть маслофорсунки. Ну что ж, не такой он и мрачный этот даунсайдинговый мотор. В нашем случае он погиб из-за хренового ремонта, а также у него были проблемы с масляным сервисом. Поэтому наш совет – меняйте масло почаще каждые 10 тысяч километров, обслуживайте мотор вовремя и он пройдет, как мы уже говорили, без проблем 300 тысяч километров. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».